Много ли в Магнитогорске сервисов, которые я с удовольствием показываю? Если честно, то их практически-то и нет. Очень редко я могу показать тех, кто что-то умеет делать. При этом делать не только один раз, но еще и переделать. Такое бывает, извините. Так вот, куда мы приезжаем, чтобы сделать свои машины? Я свои машины делаю здесь, на Советской 70. Цены очень реальны. Но мало того, здесь еще и такая вкусная штука, как форсан есть. Накормила им свою машинку и ездишь дальше. Как оно? Нормальное место? Да, не каждый специалист в городе Металургов имеет место прикасаться к моим автомобилям. Я в этом более чем убежден. Если это жесть, то только Паша Базаров. Если это тюнинг, то Феникс. Если это замена масла, то только форсан, точнее, Советская 70. Еще точнее, то на территории Горгаза в углу есть бокс. Но едут-то сюда не только за заменой масла, сколько за форсаном. А об этом-то поподробнее. Наверное, не в первый раз и не первый человек мне скажет, что гораздо проще купить бэушную машину. Ее просто восстановить, обработать форсаном и дальше эксплуатировать? Да, конечно. И сам на этом убедился. В принципе, автомобиль был восстановлен. Автомобиль сначала вообще абсолютно не ехал. После обработки, казалось бы, ну, обработали, должна ехать. Но не ехала первые 500 километров. Вот как только обработали второй этап, автомобиль просто, ну, зажил. Действительно, зажил с новой жизнью. Автомобиль поехал. Как неудивительно это звучит. То есть девятка поехала. Автомобиль, динамика двигателя улучшилась. Просто, ну, неописуемо. Затем в морозы эксплуатировалось очень много мороза. С утра заводилось вообще без проблем. На карбюраторе особо замерить расход топлива, конечно, не представилось возможным. Но, тем не менее, на заправке все равно был эффект. То есть можно было приехать сюда, вот этот сервис, да, форсан, чтобы обработать машину и потом уже просто качественно ее эксплуатировать? Да, да, да. Хорошее масло в сочетании с форсаном дало просто шикарный эффект. Я не знаю, как вы, но у меня машина тоже обработана форсаном. Первый год. Морозы до 30 были, машина завелась. У вас какие машины были обработаны форсаном? Первая, четверка, вот сейчас не его обработал. Нету никаких проблем с заработкой. Вы только форсаном обработали или еще и просто машины здесь ремонтировали? Ну, я и ремонтировался. Сейчас-то у меня новая машина, а до этого старенькая была, постоянно у них ремонтировалась. Что касается ремонта, как вот с ценой вопроса и как ребята делают? Ну, ребята, как, ну, хорошо я могу сказать сделать. Есть смысл приехать на советскую 70? Ни разу не жаловался на ремонт. И вот масла у них постоянно меняют, хорошие масла у них. Наверное, немаловажно знать, да, когда в городе порядка, наверное, тысячи сервисов, которые занимаются ремонтами автомобилей, не каждому же поедешь, правильно? Ну, да, да. Я вот сталкивался, до этого в других местах менял масла. И они часто вот горели, вот, ну, быстро. Две тысячи пройдешь, уже черное. А вот здесь у них вот чип, ну, постоянно на 10 тысяч мне пробега хватает достаточно. В принципе, вы все слышали. Ехать стоит. Стоит оказаться теми, кто без запарки форсаном обрабатывается и ремонтируется. У меня странное такое впечатление, что в городе все подряд решили бы сесть на автомобили. У вас нет такого впечатления? Ну, впечатление-то есть. Автомобиль все прибавляется, все больше и больше в городе становится. А кто же их ремонтирует-то? Вот вопрос. Ремонтируют автосервисы. Есть, конечно, дорогие автосервисы, лишь бы деньги ободрать. Приезжают, например, масло поменять. А там сделают вид, что водители-то не пускают самих при замене масла. Ну, как бы, у нас не так дорого, и люди присутствуют при замене масла. Так что лучше ездить в маленький сервис, чем в большой. Тем более количество сервисов-то я большого и не рекламирую. Вот вы, да и больше-то и никого. Ну, в принципе-то да. У нас, то есть, и цены дешевые. Люди едут и радуются. Приезжали даже с салонов, потому что тут же прям сливали масло, а замены масла-то не было. А, то есть, вот так даже делают в больших салонах. Приехал, деньги снял и уехал. Совершенно верно, так и делают, да. Больше чем делать-то. Люди приезжают и меняют у нас масла. А вы что-то можете еще свое предложить, чтобы срок службы двигателя продлить? Да, у нас есть форсан. То есть, он продлевает капитальный срок двигателя. То есть, и зимняя заводка не в ущерб придет никуда. Наносится металлокерамика на все трущиеся детали. То есть, защищает от перегрева двигатель, защищает от голодания масла. То есть, пробьете картер, можно доехать до автосервиса, до любого. Ну вот, как-то так получается. Двигатель без износа работает и вы в порядке. Хотя, честно признаюсь, просто в порядке быть с форсаном дело тоже не кислое. Ну вот так вот все, в принципе, и понятно. Нормальные люди, которые раньше эксплуатировали автомобили БУ, потом купили новые, потом грепу начали чесать. Зачем столько денег выкинули? Вот, потому что сделали все правильно. Что касается меня, к сожалению, я тоже из такого же поколения людей. То есть, новые машины я больше покупать не буду. Все. В моей жизни было много новых отечественных автомобилей и даже одна иномарка новая. Извините, но что-то в этом мире неправильно. Поэтому, приезжая сюда на советскую 70 обработав здесь автомобилем форсаном, мы дальше ездим и не получаем никаких проблем. Вот так она.